И я опять Да, Господь, все это К себе сейчас, Бог, приближай меня Отчаян меня Пригласи Бога сейчас свою жизнь Чтоб Он лишь принял нас Я сдаюсь Бог Я сдаюсь Бог Для тех, кто присоединился к нам по интернету Я верю, что и вашу жизнь будет сегодня сказанной переменной Я сдаюсь Бог Я сдаюсь Бог Чтобы познать Тебя Еще больше знать Тебя Я сдаюсь Бог Я сдаюсь Бог Чтобы познать Тебя Еще больше знать Тебя Я сдаюсь Бог Я сдаюсь Бог Чтобы познать Тебя Еще больше знать Тебя Тема сегодня Моя проповеди Как вернуть свое оружие И спасибо, Сергей Спасибо вам, что вы смогли Уловить это Божие призвание Как раз в тему Я вас не отпускаю Вы сегодня моя поддержка Я не знаю Замечали ли вы то, что я иногда замечал за собой Я не знаю Раньше Случалось со мной так очень часто Но последние 10 лет Я стал себя просто дисциплинировать некоторыми вещами Это не происходит так часто со мной Но суть в чем Очень часто Я хочу положить вещь Так, чтобы я ее нашел потом Через время Ищешь ее И не можешь найти Поднимаешь геволт И как стандартный ответ От всех родных, близких Жены, детей Не видел Не брал Не знаю С кем случалось это? Ты ложишь вещь, которая Хочешь следом найти ее Так, чтобы ты ее не забыл Проходит время Ты ее ищешь И не можешь найти Я немного думал И знаете, мне показалось, что Вот эта ситуация, которая у нас бывает часто в семье В нашей жизни Напрямую связана с нашим духовным состоянием Когда я начинал проповедь о Елисее Три недели назад Я даже не думал о том, что это вылится в серию Назидание для общины Назидание для общины Для всего себя И сегодняшнее собрание не исключение И как ни странно Но Бога направлено Это было поклонение Это хвала Это просто в точку О том, о чем я буду говорить Смотря на Елисея Я смотрел на него, как не просто пророка Если вы почитаете жизнь Елисея Это было больше, чем отношение с Богом Это сверхъестественные вещи Которые ты не можешь представить Что не могли бы происходить Он был простым земледельцем Однажды в его жизнь Пришел человек Просто кинул на него Свою милость И он решил, что он станет слугой Слугой пророка Слуга пророка Не пророк Не чудетворец Он не знал, какая его будет жизнь в будущем Он предал свой путь Господу И чтобы не возвращаться обратно Там, где он был Помните, мы говорили Он сжег плуг Потом мы говорили о том, что Богу возможно Дать вам воду Но Он требует от нас Выкопать яму По вере Мы также говорили о сосудах Которые нужны для Елея Сверхъестественные То, что в твоей руке Самое малое Бог может сделать великолепным И перестать мечтать о большом Но делать то, что в твоих руках Это необходимо Сегодня же я хочу попытаться Помочь нам всем вернуть Утраченное чувство Нашего служения Кто из вас в последнее время А встречаю я это очень часто По многим общинам, церквям Люди говорят Я что-то утерял Что-то происходит в моей жизни Когда-то был я другим Но сейчас Что-то произошло Что-то произошло Я не знаю, что произошло И спрашивают вопросы эти И я скажу вам Вот то, о чем буду говорить О Елисее О том же Елисее Поможет Я надеюсь, что это поможет Многим из вас Как помогло это мне Найти Этот Этот Особенный Это особенное чувство Принадлежности Или же Иметь это служение Все Все знают эту историю Историю Когда сверхъестественно Всплыл Топор Я читал сказки Русские сказки О топоре Каши из топора Помните, да? Кто-то читал Золотой топор В сказке Нет? Да, там Глупость такая Один Бедняк Уронил В реку Топор Рыбка выплыла Золотая Говорит, что ты плачешь? Говорит, уронил топор Она ему Предоставила серебряный Он говорит, это не мой Потом говорит Золотой дал ему Говорит, это тоже не мой Когда дала ему его топор Говорит, да, это мой И оставила все три для него Скруская сказка Но История с топором Жизни Елисея Не похожа на русские сказки Там Бог делает Невероятное И невозможное Никогда не видел Чтобы топор плавал Правда? Давайте прочитаем Четвертое царство Шестая глава Первый стих И сказали сыны Пророков Елисею Вот место Где мы живем При тебе Тесно для нас Пойдем к Иордану Возьмем оттуда Каждый по одному бревну И сделаем себе Там место Для жилья Он сказал Пойдите И сказал один Сделай милость Пойди И ты С рабами твоими И сказал он Пойду И пошел с ними Пришел к Иордану И стали рубить деревья И когда один Он протянул руку Свою И взял его Через всю проповедь Которую я буду Говорить сегодня Я хочу протянуть Красную нить Для каждого из нас Если у вас есть Библия Которую вы читаете Я хочу Чтобы вы записали На ней Я очень часто В своей Библии Подчеркивал Подписал Вещи Которые Бог Мне говорил Хочу чтобы вы записали Может быть на листочке бумаги Фразу Которая поможет вам В жизни Бог всегда Поможет вам найти то Что вы Ненарочно утеряли Бог всегда Поможет найти то Что мы Неумышленно утеряли Кто-то из вас Умысленно ли Терял ключи Или же Те вещи Которые потом Вы искали Не могли найти Вы всегда Ложите их так Чтобы Они были видны Чтобы вы помнили Но вы Отлагаете их На время Чтобы потом Найти Бог всегда Хочет Помочь нам Найти то Что мы Неумышленно Потеряли Бог всегда Хочет Восстановления Бог повсюду По всей Библии Его главная цель Восстановление Он заинтересован В тебе Больше чем Ты заинтересован Сам себе Поэтому Он Отдал Своего сына Чтобы восстановить Эти отношения Которые он имел Раньше С нами Во всей Библии Вы увидите Когда Господь говорит Я Восстановлю Мой завет Мой союз Мою скинию Мои отношения У Бога Есть цель Цель Восстановления Вернуть то Что ненарочно Было Утрачено Говоря о потере Я привожу Пример С топором Как символ Духовного Оточенного Орудия Вашего служения В нашей жизни Я хочу вернуть вам Вашу мечту Которую Бог Вам дал Топор Это орудие Для служения Для строения Царства Божьего Мы видим Из этой истории Когда Эти Вслуги Эти Пророки Говорят Нам мало места Там где ты Находишь То есть В том месте Где мы служим Нам мало Мы хотим Проширить Это место И для этого Нам нужно Поработать Мы несколько Вещей увидим Первый вопрос Который хочу задать Где то место Где ты утратил Свой Топор Где то место Где ты утратил Оточенное служение Которое ты имел От Бога Как утерял Остроту и силу С твоего служения В чем проблема Что случилось С твоим орудием Затупилось оно Пренебрегая им Может быть Озаржавело Многие скажут У меня С моим орудием С моим служением Все хорошо И я скажу Слава Богу Служите Делайте Боже Что вы делаете Потому что Богу Нужны работники На его ниве Он нуждается В работниках Но для тех Кто смотрит Обратного времени Вспоминает Что больше Что они Раньше Больше Имели Большую страсть О том О том Что они Делали Раньше Вы Вспоминаете О том Как оно Было Как оно Горело Как оно Умножалось Как люди Приходили Через Вашу Проповедь К Богу Как они Верили В то Что вы Говорили Вы были Увлекаемы Богом И тем Служением Которые Вы Делали Когда вы Вспоминаете Что ваше Служение Было Активным Продуктивным Страстное А теперь Думайте А что Случилось На самом деле Бог Хочет Вернуть Ваши руки То что Он Вам Дал Для Служения То что Неумышленно Потрачено По этой Причине Я прошу Искренне В саму Себе Признаться В простых Вещах То что Вы Опечалены Тем Что Не имейте То что Имели Раньше Признаться Себе Что Нечто Было Утрачено Может быть Больше Знаете Как Случайно Не Не Специально Это было Сделано Может быть Раньше Вовлечены Были Больше В общине Вы Мечтали Как Община Будет Расти Будет Много Людей Как Ваше Участие В том Чтобы Люди Приходили Именно Волновало Вас И Вы Испытывали Огромнейшее Переживание Чувство Удовлетворения В том Что вы Делали Может быть Вы Знаете Взяли 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 За действие Работу Которая Приготовление Зала И Чувствовали Себя Как Священники Либо Левиты Которые Приготавливали Храм Для того Чтобы Приходящие Люди Чувствовали И Переживали Бога Вот Через Время Вы Скажите Неблагодарная Работа Никому Это Не Нужно Никто Не Помогает И Вы Начали Потихоньку Отходить От Своей Ответственности И Сегодня Вы Думаете Что Я Раньше Переживал Сверх Естественное Переживание Где Господь Говорил Показывал Открывал И Вдруг Что То Ушло Навечно ли мы Утратили То Что Мы Имели Для Многих Чувство Вечности Что Нельзя Вернуться Обратно Нельзя Быть Такой С С Страстью Говорить Действовать Многие Из вас Раньше Благовествовали Искренне На улицах Помните Это времена Когда Вы пришли К Богу И Сейчас Вроде Бы Не Против Этого Но Из-за Того Что Вы Увлечены Всем Остальным Каким-то Образом Вы Уже Проходите Мимо Вы Даже Забываете Когда Что С вами Происходило Когда Бог Извинил Вас Для Для Многих Из нас Потеряли Стандарты Внутренние Стандарты Веры Простые Вещи Мы Раньше Даже Не могли Позволить Себе Опоздать На Служение Сегодня Мы Сылаемся На Большой Трафик Из Котовского Маршрутки Такси Люди Бижутерия Волосы Воды Не Было И Таким Образом Мы Опаздываем И Через Время Мы Считаем Что Это Как Норма Жизни И Мы Чувствуем Внутри Что Что То Уже Не Хватает Потому Что Когда Мы Приходили Раньше На Служение Даже Будучи Раньше Времени Мы Увлекались Молитвой Мы Увлекались Молитвой За стулья Верили Что Бог Наполнит Зал И Через Нашу Молитву Были Страстные По Богу Мы Сидорачи Не Могли Позволить Недостойных Слов В Нашем Лексиконе Будучи Верующим Мы Могли Говорить Так Нельзя Общаться Бог Очищает От Всякой Скверны И Потому Что Каждое Праздное Слово Человек Даст Отчет И Мы Сидорачивали Наши Стандарты Были Высоки Но Через Которое Время Мы Начали Позволять Себе Так Называем Христианский Слэнг Выражение Словечки И Вдруг Мы Попадаем Ситуацию Где Мы Ничем Не Отличаемся От Всех Других Людей И Мы Вспоминаем Как Было Раньше Какая Раньше Была Чистота Какие Были Стандарты Например Когда мы Молились За все Буквально Вспоминать Эти времена Мы За все Молились Встали Утро Помолились Пошли На дорогу На работу Молились На такси Поймать Или Успеть На собрании Мы Молились За все Молились За все Благодарили Господи Это Была Наша Страсть А потом Проспали Ну ладно Потом Мы Говорим Короткие Молитвы И Заканчиваем Простой Мыслью Чтобы Многословие Не миновать Греха Скажем Аминь Просто В молитве Аминь И от нашей Страсти В молитве Когда мы Переживали Бога Как Бог Отвечал Все Дел Мы Перешли На Аминь Которое Как Дежурное Слово Для Многих Мы Понимали И Понимаем До сих Пор Что Врать Нехорошо И Мы Всегда Пытались Быть Праведными Что Всякая Неправда Есть Грех Но Через Время Из-за Нашей Лени Из-за Нежелания Что-то Делать Вдруг Звонок Наш В телефон И мы Даем Детям И говорим Скажи Что Меня Нет Стандарты И Потом Мы Спрашиваем Себя А Где То Время Когда Все Было По Другому Когда Одно Имя Ишуа Просто Подвергала Меня Втрепет Я Знал Что Бог Со Мно Рядом Я Говорю Сегодня О Восстановлении Лукавим Ухитряемся Оправдываемся И В один Момент Какой-то Один Момент Вы Спрашиваете Себя А Как Я К Этому Докатился Что Произошло Ведь Я Раньше Был Другим Страстным Обезбашенным Рискованным Христианином Верующим В Бога Рисковал И Я Знал Что Бог Был Со Мною Как Скажу Честно Это Может Продвести С Каждым Из Нас Со Мной С Вами Потому Что Дьявол Хоть Как Рыкающий Лев Как Враг И Щек Его Поглотить Знаете Я Скажу Начну С С С С С С С Когда Я Уверовал Для Меня Проповедовать Молиться Благовествовать Было Как Воздух Я Горел Этим И Татьяна Не Да Соврать Что Наша Молодежь Мы Везде Были Мы Молились Ночные Где Были Нулевом Месте В Троллейбусах Поездили На Конференции Мы Просто Выражали Своё Счастье В Боге Открыто И Мы Не Смотрели Ни На Лица Ни На Людей Даже Ни На Власти Потому Что В Дал Мне Возможно Стать Пастором За Что Я Весьма Благодарен И Никогда Я Понимал Что Пасторство Это Тяжелая Работа Но Не Знал Насколько Тяжело Это Будет Вы Знаете Я Я Вспоминаю Этот день Ничего Тяжело Потому Что Я Помню Когда Я Молился Однажды За Человека Я Поймал Себя На Мысли Что Я Не Молюсь За Него У Мне Как Это Стандартная Молитва Что Я Потерял Из Своей Позиции Кем Я Я Есть И Кем Я Должен Быть Знаете Вот На позиции Пастора Потерял Чувство Что Передо Мною И Человек Который Нуждается В молитве И у меня Была Стандартная Молитва Потом Я уловился В том Что Я Готовлюсь И читаю Библию Ради того Чтобы Подготовить Слово Для Людей А Внутри Себя Я Я Нахожу Ответов Знакомо Вам Это Правда Я Говорю Вам О Твоих Чувствах О Том Что Я Переживал Мы Стали Мужьями И Женами На Сто Процентов Но Последователями Ишуа Всего Лишь На Тридцать Мы Стали Полноценными Бизнесменами Но Временными Посетителями Собраний Домашних Групп Мы Стали Стопроцентными Родителями Но Временными Верующими О Чем Я Мы На Сто Процента Посвящаем Себя Быть Родителями И Забываем Что Воспитание Детей Включает Веру В Бога Доверять Своих Детей Богу И Мы Начинаем Устраивать Их Жизнь Так Как Будто Мы Хотели Чтобы Бог Устроил Нашу И Занимаем Божью Позицию Между Того Чтобы Доверять Богу Стопроцентными Родителями Но Временными Верующими Позиция Я понимаю Что я буду Трудно Говорить Я Потому что Я говорю Из собственного Опыта Может Быть Ты Не Думал Терять Свою Духовную Хватку Но Утерял Ненарочно Но Утерял Орудие Которое Бог Тебе Дал В руки Ты Не Думал О том Чтобы Вернуться В Старый Образ Жизни Но Ты Вернулся Ты Не Пытался Ты Не Планировал Перестать Молиться С женой Детьми Но Так Получилось У Тебя Не Хватило Времени Ты Не Планировал Оставлять Общину Но Из-за Того Что Ты Очень Занят И Человек У Тебе Не Хватает Времени Ты Оставил Общение С людьми Ты Не Думал Не Посещать Молитвенное Служение Но Бывает Много У У Нас Может Быть Много Много Ответов Почему Ты Не Думал Уйти От Обычных Переживаний С Господом Ты Не Думал Уйти От От Откровений Божьей Любви Но В Один День Ты Почувствовал Себя Пустым И Одиноким У Тебя В Руке Осталась Рукоятка То 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 Топорище Все Остальное Кануло Воду Ты Не Планировал Владеть Материальной Позицией Ты Не Вступать В Материальную Финансовую Гонку Но Из-за Того Что Все Изменяется Оно Потолкнуло Тебя Ты Впал В Это Материалистическое Состояние И Ты Чувствуешь Что Многое Многое Ты Утратил Вопрос 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 Очень простой Что Делай Когда Ты Во Время Твоего Духовного Труда Теряешь Топор Запишите Первое Мы Должны Быть Откровенны О том Где Мы Его Потеряли Я Знаю Что Каждый Человек Он Знает Он Чувствует Где Был Этот Поворот Где Вот Эта Вещь Произошла Когда Ты Утерял Топор Ты Должен Знать То Есть Быть Откровенным В Том Где Ты Потерял Свой Топор Потому Что Мы Видим Из Шестого Стиха Сказал Человек Божий Где Он Упал Где Он Упал И Он Указал Ему Место Пророк Не Спрашивай Где Ты Его Забыл Где Ты Его Оставил Он Говорит Где Было Это Падение Где Ты Упал Где То Место Когда Ты Упал Потому Что Только Бог Может Поднять Я Вас Прошу Тоже Самый Вопрос Где То Место Где Вы Утеряли Свою Духовную Силу То Что Вам Дал Бог Может Быть Это Обида Вас Не Заметили Как Вы Служили Как Вы Молились Вам Не Предоставили Место И Вдруг В Этот Момент Внутри Вы Сказали И Не Буду Это Делать Не Хотят И Не Надо И Вся Ваша Жизнь После Этого Кажется Верующим В руках Остался Только Топорище А Силы Как Двигаться Дальше Не Осталось Вы В поисках Но Не Можете Найти Может Быть Это Непрощение Которое У вас Между Братьями Либо Неверующими Людьми Осталось Где Это Место Где вы Четко Понимаете Где Бог Показывает Вам Что Это Было Место Вашей Потери А Может Это Когда Ты Перестал Быть Даятелем Потому Что Когда Ты Участвовал В жизни Общины В развитии Ты Давал Потому Что Ты Видел Что Бог Делал Тебе Доставляло Огромнейшее Удовольствие Быть Даятелем А Потом Когда Ты Скал А Что Что-то Мне Не Нравится Что Мне Это Неподотчетный Все Куда Мои Деньги Идут Что Происходит И Вы Говорите Буду Его Направлять Другие Места Там Где Божьи Люди Благодарны Бедным На Улице Еще Там Каких Местах Телевидение Посылать Которое Не Назидает Вернее Оно Тебе Назидает Но Тебе Не Поправляет Твоих Ошибках И Ты Начаешь Потом Быть Деятелем Но Больше Переживания В твоем Даянии Чувства Вот Знать Вот Сверх Естественного Удовлетворения И Радости Больше Нет Я считаю Что нам Нужно Посмотреть Глубоко Для Меня Лично Это Была Гордыня Гордыня И Мне Пришлось Работать Над Своей Гордостью Вернуться Обратно Чтобы Пред Богом Раскрыться Потому Что Для Меня Внешнее Состояние Внешнее Ну Непоколебимость Либо Такое Состояние Что Все Нормально Было Важнее Чем То Что Мне Назидало Внутри Для Меня Нужно Было Осознать Что Моим Падением И Не Не Где Не Было Прикосновения С Богом Была Гордость Которая Мешала Мне Что Вашей Жизни Где Это Место Где Упал Топор Второе Что Можно Почерпнуть Из этой Истории Это Только То Что Только Бог Может Помочь Вернуть То Что Ты Утратил Как Как Ты Не Пытался Как Бы Ты Не Пытался Вернуть Позицию Ситуацию Давать Но Только Бог Может Тебе Это Вернуть Услышь Услышьте Мне Пожалуйста Если Мы Не Поймем Что Мы Утеряли Сначала Потому Что Человек Который Слуга Кричал Ой Вей Оно Упало Его Нет Как Мне Достроить Топ Чему Я Был Призван Мы Мы Все Согласили Чтобы Строить Тот Дом Где Будем Жить И Оно Упало Его Уже Нет Ой Что Делать И Он Знал Что Нужно Пойти К Тому Кто Имеет Отношение С Богом И Порок Говорит Где Оно Упало И Потом Он Делает Нечто В На Иврите В Русском Взял Отрубил Какую-то Ветку Там Сдел Бросил Это Дерево И Всплыл Топор На Иврите Сказал Что Он Выточил Выточил Именно Рукоятку Топорище Он Выточил И Бросил И Всплыл Только Бог Может Вернуть То Что Ты Утерял Ненарочно Ты Не Планировал Но Ты Утерял Его И Сказал Человек Божий Где Он Упал И Он Сказал Показал Место И Отрубил Кусок Дерева И Бросил Туда И Выпал Топор И Сказал Он Возьми Себе Он Протянул Руку Сою И Взял Его С Божьей Помощью Он Его Поднимет С Божьей Помощью Служение Которое Ты Утерял И Ту Хватко Ту Духовность Ту Дар Который Ты Имел Он Поднимет Его Но Вопрос Стоит В том Возьмешься Ли Ты За То Что Было Утеряно Посмотрите Что Делает Пророк Он Не Просто Кидает Это Дерево Он Сверх Естественно Божьей Силой Поднимает То Что Всегда Тонет Не 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 Всплывает И Он Говорит Протяни Свою Руку Возьми То Чем Нужно Закончить Дело Возьми Своё Призвание Возьми Свой Дар Возьми Своё Служение В течение Этих Несколько Недель Мы Говорили Что Только Богу Возможно Дать Воду Но От Тебя Он Требует Копать Яму Только Бог Может Умножить Масло Но Тебе Нужно Собрать Все Сосуды И Только Бог Может Поднять Топор Но Он Хочет Чтобы Ты Взял Его Это Твое Призвание Это Твой Дар Вернуть Тебя Обратно Для Тех Кто Потеряли Надежду В своем Служении Тех Кто Может Себя Корят За То Что Вы Допустили Это Падение Это Дар Ушел Это Призвание Как будто Оно Исчезло Я хочу Сегодня Ободрить Вас В том Что Бог Хочет Чтоб Вы Закончили То Что Вы Начали Потому Что Он Дает Эти Дары Он Дает Это Призвание Он Дает Служение Это Не Ваше Право Его Терять Но Если Вы Потеряли Его Сегодня Бог Хочет Вам Его Вернуть И Он Сделает Все Чтобы Поднять Но Тебя Требуется Одно Где Он Упал Осознать Что Это Произошло Что Было Падение Ты Просто Стоишь С Челленком В руках Но Нет Ни Силы Ни Производительности Нет Законченной Работы Нет Того Чтобы Завершить То Чему Ты Призван Для Этого Нужно Что То Больше Можешь Ли Ты Сам Себе Создать Страсть Любовь По Богу Можно Ли Себя Возбудить Так Что Вот Теперь Все Будет По Другому Я Себя Накручу И Все Ставит На Свои Места Нет Библия Очень Просто Говорит Если Сын Освободил Воистину Свободу Да И Если Бог Тебя Тебе Открыл Двери То Никто Не Сможет Ее Закрыть Но Вещи Происходят В жизни Так Что Нам Нужен Бог Чтобы Он Поднял Внутри Нас Опять Этот Дар То Что Было Заточено У тебя То Что Было Отшлифовано То Что Происходило Так Хорошо И Тот Труд Который Ты Дел Он Был Явным Четким Производил Радость Производил Ну вот Знаете Вот Состояние Неописуемого Восторга О том Что Ты В руках Божьих Ты Приходишь В тому Состояние Где Бог Использует Тебя Мне Нравится Откровение Иоанна Вторая Глава Четвертого Стиха Но Имея Против Тебя То Что Ты Оставил Первую Любовь Чем Она Нравится А то Что Там Дается Надежда Когда Мы Оставляем Нашу Первую Любовь Когда Мы Теряем То Что Нам Бог Да То Что Мы Использовали Вот Это Отточенность Это Заостренность Когда Ты Рубишь Да Вот По Каким-то Вещам И Четко Попадаешь Откровение Слово И Благовестие Созидать Домашний Грух Что Бо Это Не было Ты Четко Знаешь Что Бог С Тобой Он Делает Это Мы Уходим От Этого Но Там В Первой Любви Есть Обещание Он Говорит Дальше Итак Вспомни Как Этот Пророк Молодой Ученик Елисей Спрашивает Где То есть Вспомни Где Он Упал Где Он Упал Покажи Мне Точно Где Он Упал Бог Судя Обращается К Нам Вспомни Откуда Ты Не Спал Точное Место Потери Вспомни Что Ты Потерял Эта Песня Просто Она Как Раз Вот К Этому Месту Вспомни Что Ты Потерял Вспомни То Что Тебе Бог Дал Потом Говорит Покайся Вернись Обратно Покаяние Это Возвращение Ты Шел В одну Сторону Поворачиваешься А Всегда В ту Сторону Куда Нужно Было Войти Покаяние Это Повернуться И Вернуться Туда Где Это Началось И Твори Прежде Дела Возвращайся Возьми Свой Топор И Продолжай Делать То Чему Ты Был Призван А Как Как Оно Классно А Он Говорит Я имею Против Тебя Нечто Ты Потерял Первую Любовь Эти Переживания Это Чувство Когда мы Были Вместе Когда ты Действовал Просто Сломя Голову Я Я Был С тобой Во всех Твоих Решениях Это Была Вера У тебя Хорошо Получалось Имея Против Тебя Нечто Ты Потерял Эту Потерял Эту Первую Любовь Этот Топор Который Ты Страстно Работал Вернись Обратно Раскайся Возьмись Возьми То Что Ты Делал Раньше И Действуй А Если Не Так То Скоро Приду К Тебе Сдвинуть Твой Светильник А Если Ты Не Хочешь Очистить Сказать Тебе Что Я Сдвину Твой Светильник Твое Духовное Состояние Я Скажу Что Я Сделал Осознавая То Что В Гордость Вовне На Перешкалило Первое То Что Я Не Говорил Никому Может Быть Люди Понимали Что Происходило Но Внутри Я должен Был Сам Себе Сказать Что Я Нуждаюсь Перемен Перемен Я Помню Я Поехал В Израиль У меня Была Возможность Я Поехал В Израиль Сказать Зачем Там Далеке От Одессы Потому что Эта вещь Происходила Давно Со мной О чем Я Обделюсь Сейчас Первое Что Я Сделал Я Постился Чтобы Мой Духовный Рост Мой Дух Возрастал Я Поехал В Израиль Чтобы Знать Как Молиться За Народ Божий Видя Его Беззаконие Избранного Народа Беззаконие Нашего Народа Я Хотел Знать Как За Него Молиться Как Переживать С Ним Бог Показывал Тогда Мне Такие Чудеса Там Он Показывал Мне Больше Я Читал Писание И Писание Становилось Я И Теперь Когда Я проповедую И Принимаю Какие-то Иллюстрации Из Библии Библия Для меня Становится Живой Я Вижу Те места Где ходил Ешуа Где Он Творил Чудеса Я Вижу Те города Где Он Проходил Те места Где Давид Прятался Где Происходили Все Те вещи Чудеса И Знамения Оно Стало Для Меня Живой Библией И Теперь Я Говорю Переживая Это Теперь Отделюсь С вами Потому что Внутри Бог Сделал Что-то Особенно Переменно Я Видел Наш Народ Который Изобилует Всем Чтобы Забыть Бога И Те Кто Спят На Улице И Я Знаю Что Этот Народ Избранный Богом Мой Народ А не Просто Я Живу В Одессе Или В других Местах Это То Место Где Бог Вернется Где Куда Ешуа Придет По Тому Призванию Который Израиль Имеет Который Скажет Это Мое Призвание Это Мой Народ Это Мои Страдания Это Моя Молитва Это Мои Отношения С Богом Если У вас Есть Возможность Поехать В Израиль Пережить Помолиться Уединиться Знать Бога Просто Сказать Я Не Хочу Бы Таким Каким Я Есть Я Даю Вам Эту Возможность Какую Просто Едьте Вам Не Нужна Виза Соберите Эти Деньги Не Трать Их На Что Либо А Если Вы Жажете Если Переживаете Возьмите Себе Урок Из Этой Истории Бог Хочет Тебе Вернуть Твой Топор Бог Бог Восстановил Моё Ходотайство И Я Не Знаю Поможет Ли Это Вам Мой Пример Я Не Знаю Как Вас Бог Будет Поднимать И Что Он Будет Говорить Как Он Будет Восстанавливать Но Я Знаю Точно Что Мой Бог Это Бог Восстановления Он Желает Восстановить Меня И Каждого Из Вас Все То Что Ненарочно Утеряно То Что Мы Положили В Сторон И Забыли Враг Всегда Будет Желать Противного Богу Но Хочу Уверить Вас В Одном Библия Говорит Вам Нам Что Вор Возвратит Семера И То Что Подъела Саранча Господь Что Возвратит И Благословит Это Обещание Он Хочет Дать Для Вас Возвратиться Обратно В служение К Домашним Группам Которые Вы Начинали Из То Переставали Существовать Потому Что Вы Очень Заняты Были Но У Вас Это Было Сердце Это Вы Горели Этим Евангелизация Молитва Детское Служение Подростки Залословие Хвала Танцы Или 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 же Наши Флаговое Служение Театральное Телевидение И Другие Тому Чему Бог Призывал Вы Стали Холодны К Нему Если Помогло Мне Я Сто Процентов Знаю Поможет И Вам Преодолеть То Что Мы Переживаем Даже Если Ты Сегодня Чувствуешь Отверженным Себя За Свою Потерю Как чувствовал Себя Израиль Что Он Потерял Бога За Это Был Рассеян Отвергнут Знай Что Задолго Того Как Он Израиль Был Отвергнут И Рассеян Бог Говорит Слова Которые Записаны Во Второзаконии 30 30 Глава 3 Стих Тогда Господь Бог Твой Возвратит Пленных Твоих И Умил Умил Сердится Над Тобою И Опять Соберет Тебя От всех Народов Между Которыми Рассеет Тебя Господь Бог Твой Хотя Был Рассеян До Края Неба Оттуда Соберу Тебя Бог Твой И Оттуда Возьмет Тебя И Приведет Тебя Господь Бог Твой В землю Которую Владели Отцы Твои И Получишь Ее В Наследие И Благоденствует Тебя И Размножит Тебя Более Отцов Твоих И Обрежет Господь Бог Твое Сердце Твое И Сердце Потом Твое Чтобы Ты Любил Господа Бога Твоего От Всего Серта Твоего От Всей Души Своей Чтобы Жить Тебе История С Топором Ты Обретешь И Будешь Слушать Голос Господа Бога Твоего И И Исполнять Все Заповеди Его Которые Споведовал Тебе Сегодня И Последнее Третье Последнее Этот Топор Был Взят В Аренду Он Был Взят Чтобы Поработать Им И Отдать Слуга Говорит Ой Вей Он Был Взят На Поддержание Он Был Взят Для Работы И Мне Нужно Будет Его Вернуть Но Как Я Верну Если Я Его Потерял У нас Бывает Особенно Большая Проблема Когда Мы Считаем Что Дар Который Получили От Бога Даром Мы Можем Им Пренебрегать Когда Мы Используем Или Не Используем Отложили Где-то И Забыли О Нем Если Мы Думаем Что Приобретая Дар Божий Мы Можем Просто И Сами Что Хотеть То И Делать Мы Ошибаемся Если Нам Все Равно Орудий Который Нам Дал Бог Бог Всегда Будет Взыскивать За Это Об Это Говорит Притча О Талантах Помните Матфея 25 Ибо Он Поступит Как Человек Который От Отправившись Чужую Старту Призвал Рабов Своих Полу И Поручил Им Имение Своё И Одному Дал Он Пять Талантов Другому Два И Новый Один Каждому По Его Силе И Тот Час Отправился Мы Говорим Мы Не Свои Мы Божьи У Каждого Из Нас Есть Талант Талант Не Только Духовный Но И Физический Талант Эмоциональные Талант Креативность Созидание У нас Есть Таланты Которые Бог Нам Вручил Вы Знаете Что В Одно Время В своё Время Он Придёт И Спросит Где То Что Я Тебе Дал В И Больше Того Что Ты Приобрёл Этим Орудием Поэтому История Селесеем Этими Пророками Очень Проста Они Сказали Там Где Мы Находимся С тобой Мало Места Мы Идём Возьмём Допор Который Нам Поможет Расширить Его Расширить Место Где Мы Находимся Расширить Служение Сделать Это Массивным Влиятельным Мы Берём И Работаем Над Тем Что Принесёт Успех В Твоё Царство И Вы Знаете Получивший Пять Талантов Пошёл Потребил Их В Дело Приобрёл Другие Пять Точно Так же Получил Два Таланта Приобрёл Их Два Получивший Один Талант Пошёл Закопал Его В Землю Скрыл Серебро Господина Своего Просто Потерял Ненарочно Если вы посмотрите Он ненарочно Говорит Я знал Что ты Жесток Жесток Женё Чтобы не Сеял Берёшь Чтобы Не Клал Я боялся Я боялся Нарочно Что-то Леон Доделал Нет Но Здесь Подолгом Времени Приходит Господин Рабов Тех И требует У них Отчёта Когда-то Мы Предстанем Пред Богом И там Уже Не нужны Будут Наши Таланты Там Не нужно Будет Созидать Там Не нужно Будет Креативность Там Не нужно Будет Иметь Страсть И Терпение Там Не нужно Будет Таланты Которые Бог Нам Дал Он Скажет Все То Что Я Тебе Дал Оно Мое Я Хочу Его Получить С Прибылью Я Хочу Посмотреть На Твою Внутренность С Каким Даром Ты Пришел Что Принесло Мы Не Можем Взяться За Определенное Дело Или Дар У Терявшее Его Приступить Другому А вот Здесь Накуролесил Наделал Не Получилось Пошли В другое Место Там Не Доделал Там Не Довел До Конца Пойдем Третье Друзья Строящийся Должен Исчислить Свои Издержки Это Касательно Домашних Групп Евангелизации Касается Детского Служения Молодежного Взрослого Мужского Женского С любой Сферы Или же Порядка Здесь Если Этот дом Который Мы хотим Расширить И у Нас Есть Или Был Тот Дар Который Служил Для То Чтобы Расширить Царство Небесное Сегодня Время Пришло Чтобы Этот Топор Сплыл Он Он Должен Сплыть Потому Что Этого Хочет Бог Услышьте Меня Вниматель Он Дал Дар И Он Сделает Все Возможное Чтобы Вернуть Его Обратно В В Твоей Жизни Он Сделает Это Потому Что Он Хочет Совершить То Что Он Начал В Тебе Он Всегда Поднимет Этот Опор Обратно Сверх Естественно Просто Сверх Естественно Но От Тебя Будет Зависеть Взять Его И Несмотря На То Что Ты Чувствуешь Или Чувствуешь Начать Им Работать Например Ты Раньше Наслаждался Хвалей Поклонение Переживал Бога И Сегодня Бог Предоставляет Возможность Войти В поклонение Хвалу Даже Если Ты Не Чувствуешь Это Ты Должен Это Делать Когда Есть Возможность Убрать Приготовить Ты Не Чувствуешь Этого Но Раньше Тебе Доставало Большое Удовольствие Даже Проверить Те Стули Чтоб Там Не Было Жвачек Которое Наши Люди Туда Подцеплят Ты Снимаешь И Говоришь Слава Богу Что Я Его Нашел И Дом Божий Будет Чист Ты Чувствуешь себя Как Священник Который Призван На Служение Одно Действие Зажигать Свечи Убирать Носить Хворост От Этого Они Получали Наслаждение Потому Что Они Знали Что Бог Был С И Это Их Дар Ничего Не Изменилось Бог Говорит Вы Храм Бога Живого И Дух Божий Живет Вас Нас Ожидает Великое Великое Праздничество 110 Лет Еврейского Мессианскому Движению Здесь В Одессе Уникальное Друзья Уникальное Событие Потому Что Отсюда Из Одессы 110 Лет Назад 22 Сентября Буквально Через Три Недели Бог Начал Особое Уникальное Пробуждение Среди Евреев И Вы Об этом Знаете Услышьте Мы Часть Истории Которую Бог Начал 110 Десять лет Назад Такого Движения Не было До этого Это было Уникальным И на самом Деле Это Перенеслось Из Одессы В Киев В Невропетровск В Зауралье Стали Екатеринбурга Другие места Оттуда 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 Перешло Еще В Польшу В Америку И даже В Израиль То что Было Посеяно И начато Богом Здесь Мы становимся Участниками И продолжителями Несколько Поколений Спустя Готовы Начнем Уважать Друг 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 Восстановим Скинь У Давида Пачую И Бог Восстановлю Он желает Восстановления Восстановление Танцевального Служения Театрального Служения Иваграционного Молитвенного Домашних Групп Он желает Восстановления Обучения Страсти По Богу Он желает Восстановления Ашерского Служения Хвалы И поклонения Он желает Это сделать Я говорю Каждому из вас Он этого Желает Это сегодня Для нас Восстановление Сегодня Во время Сейчас Поклонения Вопросим Бога Вернуть Обратно То что было Нами Утеряно Нами Утеряно Ненарочно Просто так Сложились Обстоятельства А потом Мы сказали Себе И никому Это не надо Если никому Не надо То и мне Тем более Вы сильно Глубоко Ошибаетесь Не я Буду Спрашивать У вас Отчет Зато Что вы Ненарочно Утеряли Я могу Спросить Как дела Чем тебе Помочь Но Весь отчет Перед тем Кто Дал вам Этот дар И если Внутри Можете Строим То что Должно Расшириться И мы Утеряли И стоим Просто С топорищем Я бы Кричал Как кричал Тут Слуга По-русски Ой На иврите Ой Вей Горе Мне Горе Утерял То Чем Можно Служить Сегодня Время Вернуть Обратно То Чем Вы владели То Чему Вы Были Призваны То Где Вы были Четко Отточены И Вы знали Что Вы делаете Без сомнения Давайте ставим Наши ноги Я обращаюсь Сейчас с тем Кто Нас смотрит По интернету Это слово Касается И вас Я не знаю Причину Того Что вы Что у вас Происходит Может быть Обида Не позволяет Вам Вернуться Обратно В общину Либо В церковь Но я убежден В том Что Богу Не угодно Затворничество Бездействие Поэтому Он дал Вам Дар Который Может быть Случайно По какой-то Причине Неизвестной Вы Утеряли Его Сегодня Есть Призыв Божий Вернуть Но Первое Ты Должен Саму Себе Признаться В том Что Ты Утерял Это Может Быть Ненадолго Не Можешь Найти Показать Богу Где Это Место Где Было Это Падение И Знать Что Нужно Будет Дать Ответ Я Призываю Тебя Тоже К этой Молитве Сказать Богу Простые Слова Я Хочу Свой Дар Обратно Я Хочу Своё Призвание Обратно Я Хочу Служ Служить Тем Даром Который У Меня Есть И Его Расширить Сделать Его Блики Большим Для Царства Божия Не для Себя Не для Других А для Того Чтобы Твое Имя Божие Было Прославлено Моей Жизни Чтобы Стоять Пред Тобою Не с Опущенными Глазами А услышать Правильные Слова Которые Записаны В Писании Добрый И Верный Раб Войди В Радость Господина Твоего А Его Радость В том Чтоб То Что Он Дал Получить Волна И Намного Больше Поэтому Давайте Прославим В Мое Поклонение Что Быто Ни Было Где Быто Падение Не Было Скажи Папа Я Вовижу Прости Меня За Это И Пускай Твоя Рука Поднимет Этот Топор Который Ты Мне Однажды Дал Я Сегодня Обещаю Что Я Возьму Его Когда Эта Возможность Будет Господь Я Не Хочу Быть Ленивым Обидчивым Я Не Хочу Смотреть На То Что Повыть Тобой Довольным Хочу Быть Счастливым В Твоем Призвании Моим И И И И Опять Стою Пред Тобой Мой Бог Тебе Все Отдам Сегодня О Тебе Все Отдам Отчаянно 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 Жажду Тебя И Опять И Опять Стою Пред Тобой Мой Бог Тебе Все Отдам Тебе Все Отдам Себе Сейчас Себе Сейчас Себе Бог Приближай Меня Отчаянно Я Я Жажду Тебя Тебя Я Сдаюсь Бог Я Сдаюсь Бог Я Сдаюсь Познать Тебя Еще Больше Знать Тебя Я Сдаюсь Бог Я Сдаюсь Бог Чтобы Постать Тебя Еще Больше Знать Тебя Я Сдаюсь Бог Я Сдаюсь Бог Чтобы Познать Тебя Еще Больше Знать Тебя Я Сдаюсь Бог Я Сдаюсь Бог Чтобы Чтобы познать Тебя еще больше знам Тебя. Я сдаюсь Бог, я сдаюсь Бог. Чтобы познать Тебя еще больше знам Сильным ветром, сильным ветром Ты Ищу обо мне ищи В жизни моей, волей своей, А в Ты Ищу обо мне Что там может, что Подписи меня, Бог В жизни моей, волей своей Практика Где там Ты Ищу обо мне ищи В жизни моей, волей своей Ищу обо мне В жизни моей, волей своей я стою сегодня это новый день для многих из нас это новое решение я стою с Богом я стою с Богом чтобы восстановить новое начало новый год и в преддверии росешена новое твори все новое ведь я твой Господь я твой я сдаюсь с Богом я сдаюсь с Богом Чтобы познать Тебя, еще больше знать Тебя. Я остаюсь, Бог, я остаюсь, Бог, чтобы познать Тебя, еще больше знать Тебя. Давайте мы все вместе скажем. Я остаюсь, Бог, чтобы познать Тебя, еще больше знать Тебя. Я остаюсь, Бог, я остаюсь, Бог, я остаюсь, Бог, чтобы познать Тебя. Я остаюсь, 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 я остаюсь я сдаюсь его чтобы поздно еще больше ста я я у своих экранов когда вы стоите смотрите вот и компьютера у вас есть та же возможность которую этих людей стать на колени и сказать я сдаюсь я сдаюсь пол я хочу исполнить волю твою а тебя и познать тебя как ты познал меня я что чтобы познать тебя, чтобы больше знать тебя. Голод мой всегда, как символ единства, поддержки друг друга. Писание говорит, что мы куплены дорогой ценой, мы семья, отцы до матери, дети. Мы в одной семье, и Бог обращается к нам, как к сыновьям и дочерям, а это значит, что мы между собою, братья и сестры. Наше время поддержать друг друга. Наше время убрать всякие амбиции. Это наше время посвятить себя Богу. Враг будет приходить, чтобы унизить, чтобы опустить на колени, чтобы принести обиды и боль. Но у Мессии недостаточно силы, чтобы поднять тебя, осветить, дать ей твое прощение, которое зависит только от тебя. Я молюсь, чтобы кровь и шоу Мессии очистила нас от всякого греха, чтобы мы вернулись к тому, что больше всего нас тянуло в служении, к той страсти, к тому Богу, который отвечает, отвечал. Я молюсь, чтобы мы изменились внутри. И потому узнают, что вы его ученики, когда вы будете иметь любовь между собой. Я молюсь, чтобы сверхъестественным произошло то, что мы не ожидаем. Если мы весь фокус сфокусировали на Богороде, знамение чудес, то мы беднее всех людей. И замечаем того, что Он уже сделал для нас. И мы не свои, мы не свои, мы куплены драгоценной крови Иисуса Христа и Шоу Мессии. Я молюсь, чтобы пришло обновление. Начните читать, начните исполнять. Начните улыбаться, звонить людям. Принимать себе домой, посещать. Начните делать то, что вы давно забыли. Начните танцевать, славить, созидать, делать стихи, мечтать, работать. Потому что Он рядом. Он рядом. Он рядом. Стоя перед Богом сейчас. С открытым лицом. Говоря Ему о том, что мы нуждаемся в Нем. Будем ожидать. Голод мой Своей благодатью Бог Мой сердце Втали Мой дух Напои Тянусь душой Тянусь душой Верю Крик Слышишь Мой Прошу Говори Со мной Говори Голод Мой Голод Мой Своей благодатью Бог Сейчас уторви Своей благодатью Мой Своей благодатью Своей благодатью Мой Своей благодатью Я сдаюсь Я стою в боль, чтобы познать тебя, еще больше знать тебя. Я стою в боль, чтобы познать тебя, еще больше знать тебя. Я стою в боль, чтобы познать тебя, еще больше знать тебя. Я стою в боль, чтобы познать тебя, еще больше знать тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим, помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их. Он хочет благословить сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok